Ты вроде бы ходишь Лешрака, но и сгораешь сам за секунду буквально. Да, на лане точно, наверное, Энигме будет неприятно, если у Лешрака будет в шестой левел в один момент вместе с Энигмой. Но в целом такого результата, наверное, не стоит ожидать. Энигма всегда получает шестой левел быстрее, за счет того, что просто динает крипов рейнджовых. Дерка Феникс? Появляется Феникс, кстати, интересный герой. Пока что действительно, если здесь будет Кэрри Лешрак ломать яйцо некому. Если это, опять же, в портине, то нужно какую-то Мирану добирать, чтобы ломать это яйцо на саппорте. И это действительно, кстати, слабая точка вот этой команды Иви с этими драфтами Лешрака. Ну, я бы хотел здесь увидеть Мирану сейчас. Да, я думаю, могут этого тени просто фликсануть на пятерку даже с Лешраком. Теория. Круги добрались пулю. Всемилибирать просто пулю какую-нибудь. А пуля снайпер в баню, увы. Сами забаним, да? Да, такого второго героя не будет. 5 секунд remaining. Ну, как будто бы, да, феникс хорош, типа там яйцо он ставит. Но как саппы, опять же, лог феникс, ну, вообще-то, это лог балансирует немножко этот момент. Ну, вроде норм смотрится. Вязка саппортов. Ну, что ж. Кого будем брать на керри против этого бестмастера? Хочется... Даже не знаю, кого медичника или рейнджевика. Тут все зависит от предпочтений Палантимаса. Ну, можно Пуджа взять против Лешрака в теории. Он должен работать. Как раз включать. Ну, единственное, мне не нравится отсутствие сетапа на линии. Под Пуджа надо выигрывать линию. Причем это делать насерьезненько так. Да. Мне кажется, вот Урсу как раз-таки ты должен бы предлагать в первую очередь. Курсы хорошие. Курсы хорошие. Я не знаю, как Урсу против Беста на линии, конечно. Под протекцией Клокана будет или Феникс будет с ним ставить. Я думаю, что будет Урса плюс Феникс на линии. Нормально у них получается. Урсе особый стап никакой не нужен. Сама может прыгнуть, кинуть замедление. И Клокс и Энигма тоже отличная линия. Но не против Лешрака, я так скажу. Эдалон и Энигма не будут работать. Ну, а почему нет? Там же не обязательно тебе их в одной точке держать всех. И у этого, у Молнии или Шарка есть лимит по целям. Стан, маленькая ОЕ, там до шестого левела и Далоны против Лешрака должны работать отлично. Может, ты прав. Единственное, что я бы не хотел, чтобы он шел на линию с Тинни. Но при этом, если Тинни будет не саппортом, то яйцо в этой игре будет просто имба. Которая не контрится. Я себе не могу представить саппорта пятерку, который бы сломал яйцо сейчас. Это, конечно, может быть Мирана. И ее стоит подбанить. Команде Waterloo & Showers. Снепка могла быть еще. Но в любом случае, возлагать на пятерку весь вес того, что нужно просто ломать яйцо. Такое редко бывает. Ну, как раз таки-то Мирана улетает в бан. На самом деле, здесь Сайленсер был хороший очень для Евея. Не знаю, почему они его не взяли. Сайленсер и Феникса контрит, и Энигму контрит. Да. Даешь на Феникса Ласт Ворд, оно летает на дайве и прилетает обратно. Да, Сайленсер всегда был хорош против Феникса, и тем более против Энигмы. Но, в принципе, и Рубик тоже неплох, но, наверное, похуже. Ну, вообще, в целом, я редко вижу, когда Сайленсеры выиграют Доту. Да, он хорош на линии, да, он хорош в теории, но на практике мало видим от Сайленсера хороших игр. Да, выигрывает, выигрывает. У нас поиграли как раз вот Сайленсер Обик против Энигмы, против С4, если вспомнишь. В Альянс они играли. Нормально выиграли. Спартан вообще с кайфом гоняет на Сайленсере. Нормально у него получается. Знаешь, барьеры в твоей голове вот эти вот. Возможно. Ну, я сам не игрок Сайленсера, мне сложно судить, я просто вижу, знаешь, статистику. Больше видел, как Сайленсеры проигрывают. Да, как говорится, плюс 2 НТ, минус 30 ПТС, правильно? Да. Ну, что ж, кстати, мы должны, наверное, подумать сейчас над Ласпиком команде Иви. Знаем, что это лишь враг у нас идет на легкую линию. Бестмастер у нас придет в оффлейн. Мы подозреваем, что это Тинни будет на центральный коридор. Ну, мне вообще И получается, нам что, нужен саппорт пятой позиции, который пойдет слишком широком? Мне вообще Тинни и мид не нравятся. Я бы вайперу взял у мид какого-нибудь. Ну, мне особо тоже не хочется, чтобы у нас Тинни шел в мид, тем более, когда против него играет Феникс. Это один из, наверное, лучших героев против центрального Тинни. Он его никогда не может убить с прокаста. Тот всегда нажимает яйцо и на этом заканчивается. Тинник. Да и вообще Тинни вот мы смотрели, сколько в последнее время не появлялся. О, да, окей. Сколько он не появлялся, типа, ну, не играет с медалом. Но как-то медленно начинает, тяжело. Вот этот вот блинг, ты там что-то побегал, по гречке, позасыпал, подкидывал, оформить. Тяжело фармить. Ну, в общем, Тинни обычно выпадает из игры. Мне кажется, сейчас там на уровне тусиков мид, и тот тусик поинтереснее. где-то. Так, ну, Вим и ОД, значит, и чем мы будем закрывать ОД в миде? Ну, по классике должен был быть Эмбер Спирит, но он в бане, к сожалению. Сострил, да? Что Эмбер надо контрить ОД? Да, да. Не, ну, слушай, Бэтрайдера получилось законтрить. Ну, ОД, это, конечно, немножко другая тема, но в целом я всегда рад увидеть ОД. Но какая же здесь фри игра для Феникса? Тут как будто бы просто Феникса ставь в мид и выигрывай в соло. Я думаю, некоторые игроки, которые любят Феникса, могли бы тут засолить центрального коридора. Мало, конечно, кто из актуальных игроков мида с этим справится, но тут наверное, одна из лучших вообще игр для Феникса, что я видел. Это он. Котел для господина Стойкова. Ну, драмп как будто бы ватроны Джорс классный, честно. Вот прям смотришь, все нравится. Офигенски драфты. Есть и урон от Палантимоса, есть герой, который, знаешь, вот, мне кажется, Палантимосом, он такого стиля игрок, что ему просто хочется типа драться. И вот как раз урса, она примерно вот, ну, то есть там, бф-шечку собрал, что-то бкб-шечку подфармил, ты уже можешь подключаться к дракам, просто там выживать и уничтожать. Есть подозрение, что у Палантимоса такой майнсет оффлейнера, как будто бы он поиграл некоторое время в оффлейне и вот перестроился уже на такое постоянное подключение к дракам. Есть Энигма, да, хороший лейт потенциал, есть Феникс, которого просто, как ты говоришь, здесь, ну, ноль героев против Феникса. Ну, как будто бы должно быть один-один, вот так вот смотришь. Но с другой стороны есть неубиваемый Лешрак пока что. Ну, знаешь, Урса быстренько с Лешраком поговорит, я тебе так скажу. То есть, если Лешрак попадет под Блэкхолл, Урса, все, ну, там, конечное будет. Да, здесь есть потенциал для третьей игры. Посмотрим, справятся ли Water, он инжурит с этой задачей. Сигнатурный Феникс 14-6. Последние 20 игр у Мэри. И классические смоки. На то, чтобы расставить варды, в этот раз уже от команды Иви. Ну и классические коэффициенты у нас 2,15 новатору инжурса и 62 на Иви. Ищу, конечно, и фаворит в этой игре. Ну, не забывайте по промокоду DPC 100% в депозиту. Очень уверенно заходят Иви на ХГ. И просто представляю как не ожидал. О, поворота. Легчайший ферсблат. Да, зашли ли они вообще по варду? Ну, скорее всего, в смоке была команда Иви, не успел среагировать котел. Порой в начале игры ты там альта будешь и музычку меняешь. Возможно, такой момент произошел. В салочках тоже такое бывает, да? Да, конечно. Особенно, когда это уже шестая карта за день какая-нибудь. Как вот это вот сейчас у второго ферсблаты еще разогревочную кв-шечку сыграли. До этого пару пабликов и тут уже без музычки не разобраться. И он пытается забрать руну у пио-65. Как бы эта руна для него не стала фатальной, но стан мимо и должен отсюда уходить. Нормально все он сделал. В итоге что у нас по рунам? 2-2. Странно, что... А хотя нет, ничего странного. Йонда в команде Enigma и ему пришлось пострадать за то, чтобы забрать руны пополам. Обычно с Enigma ты доволен даже если заберешь одну руну. Что Enigma вызывает долонов. Эджи пачка будет пушить в свою сторону. Все хорошо. Ну вот сейчас как-то в этого лишь ручка особо не верится, честно говоря. Но опять же все зависит не только в драфтах. Мы же прекрасно понимаем, но в исполнении тоже были вопросы патроны Джоэрс, а именно как командному какому-то взаимопониманию и вместе действием совместным. Ну, такое ощущение, что вот в прошлой игре их было минимум совместных действий и команды. Так я вот они там же. Да. Немножко каждый сам себя играли. Надеюсь, что в этой игре будет все у нас получше у них получаться. Вот и нет. Два есть клипстаты и смотрю, что у котла все хорошо в миде. Более-менее 7 крипов у него при 4 АД и тем временем вы убит. Просто умер на топе. Надеюсь, хотя бы ты это заметил. Ну, я наш так на последнем из дыхания успел поймать девятая карта за сегодня такая так скажем 7 не всегда все заметишь. Ну, на поле не снизу осна. Сурсой тут не поспоришь. И он развлекает, бегает этот спейс с анигми. Дает и фулук спу. В медиа естественно у котла не будет проблем. Как мы уже говорили, котел может абсолютно любые матчап стоять. Я не знаю, как он герой, который бы смог отзвонить котла, может быть. Пускар мне нравится Тинни, который под каждую практически сдувку котла может ему давать аваланч, все динайд, ходить там еще у него контестить стаки вместе с своим бревном. Тинни хороший вариант против котла. Может ты и прав. Тут такая, знаешь, центральная линия без контеста рун. Никто не будет покупать себе ботл, ни АД, ни ботл, никому это не надо. И очень много потерял здоровье ботл на центре. Мог бы спокойно мобей закоммититься и добить его арбой, но решил не рисковать. Ну там хватало, мне кажется, стычкой с арбой. чтобы он умер. Но он не мог прокликать его, возможно там были стики. Правильно, что он не стал коммититься и рисковать. Большие проблемы по антимосу, начинают опорами пробивать, кстати говоря, бестмастер без кабана почему-то. Видимо кабан не играет против урсепт, что он может его просто скушать за второй. А нет, тут есть небольшая проблема раскачивать через кабанов. Если ты при раскачке через кабанов нафидел на линии, тебя выгнали, то все, у тебя просто заканчивается игра. Если ты играешь через топоры, у тебя что-то пошло не так, ты просто ведешь на эндштоп и полностью камбэкаешь. Ну и так же топоры на линии, ну вот, посмотри, феникс 200 хп, урса 300 хп. Просто ресурсов нужно много. На самом деле там на урсе нормально 400 хп топоров уже. Ну да, представь, сколько ресурсов нужно в то же время урсе. Это же размен ресурсами взаимный происходит. И вот уже бестмастер у нас топ крипам, урсу тоже близко. Нужно нести больше маны на эту линию. Хотя у Рубика есть три манго, может он с бестмастером своим поделиться. Едет к Рубику еще и ботинок как к Бесту, ну у Беста в курере три манго. Удачи здесь постоять, мистер Упалантивасу. Здесь линия собирается просто на доминацию. И в то же время посмотри, попытка убить Рубика, да. Ай-яй-яй, сколько там остается? 30 хп, наверное. Там меньше, там, мне кажется, чуть ли неоднозначное число было. Но очень красиво посчитал Рон, Мэри. Видно, что на Фениксе он хороший игрок. На тоненького сыграл. Но тем не менее, Урсенов Фрифармисты 28 крипов имеют, все у него в порядке. У Бестмастера, конечно, тоже все хорошо. Один и другой фармит. Аботи. Тавер под крипы под Онигмой, под Тавером. Спокойно Бенсе их добивает здесь. На топе опять Феникс. Кстати, Феникс даже на базу леталом он достаточно был жительную фаску и нападение на Бестмастера. Защитный лифт. Пулять нам желает запрыжок. ОКП. Ну и все, прилетел Метеорхаммер. На самом деле, теперь уже котло лучше не подходить под пачку. Если что, его убьет процентов пока что Метеорхаммер в КД 10 секунд еще. Ближайшие 10 секунд котел в порядке. Смотри, припытку убийства в МИДе. И легко. Просто Астрал плюс Санит Эклипс даже без какого-либо каста Метеора погибает АД. Погибает котл. Курс все хорошо на ленин. Это радует. Кушает потихонечку кабанчиков. Нужно тоже нормально стоит. Но вот сейчас, кстати говоря, они могут убить. У КП по-моему есть еще ТОС. Нет, ТОС, нет. И догнать не получится. Но в целом пока что более-менее все ровно по Нетворсам никто никуда сжигает. Лифта нет. Мари Патавра закинуть не получается. Погибает Вист. Не, Палантимос разгоняется. Наконец-то Энигма. Я вот не закончил по Фениксу. В этой игре Фениксу и правда надо быть большим. Мы об этом очень много с тобой говорили на драфтах. И это никуда не ушло. Фениксу также может просто засвалить эту игру просто с позиции 5. Он какой-нибудь Медасик, да, получается, собирать? Да, ни к чему это. Решать вопросы. Просто он на драках скорее всего это заработает. Которые проиграть ему невозможно просто но по счастливой случайности для команды Рейдинт его добивают нейтральные крипы. Это база. возможно, сейчас котел подставится. Нет. Камер потрачен. Но пробивает Тавар уже. Бэй. Интересно сети героя Д. На него как будто бы есть тысяча разных бутбов. Можно и через огонь им играть. Начерка нападения на будете посмотреть. Вдувает конечно здесь купе прилетит еще ОД. Нужно кого-то успеть спануть до минус Энигма однозначно никуда уже не уходит и добьют еще как-то может быть Энигма живет. В то же время АД просто смыло эдалонами пока он запускал свой метеор хаммер и добило волной котла. Вот так то решил и приятная смерть для воды. Вот мне кстати по поводу ОД тоже моменты и вот сколько раз его не видел по-моему ни разу на нем не выигрывали команды. Герои выглядят интересно механики хорошие но вот способность выиграть доту похоже как у квапы отсутствует но здесь у латер рун джорсов пик просто на супер победу пока что тем более что нападение снизу блэк пол на два героя и котел задувает здесь просто идеально в хоги зажали купе тоже конечно же никуда не уходит джорс могут на третью спокойно здесь завести все у них хорошо по линиям по антимос фармит все здорово не забывайте дорогие друзья по 100% депозиту от бэтбум для этого кликайте на баннер по трансляции переходите и регистрируйтесь и писи промокод бестмастер 6 уровень 400 голды ему до сих пор нужно до шлема доминатора очень много манго он себе принес наденье в то же время как палантимос видимо ресурсы много денег не тратил у него топ нетворс 5000 он имеет на 10 и собирает себе просто батлфюри собрал потешку скоро у него у него появится треймора 300 голды и знаешь такая батлфюрка на 13 планируется жесткий разгон на самом деле курсы все слишком идеально лотово здесь все линии хорошо отстояли 1 проиграть курсе страшно наверное играть в ад постоянные астралы не дают бегать постоянно кого-то скрепит все зависит от инициации на самом деле если будет какой-то клок ворваться воды урси под него прыгать знаешь одена пару укусов как любой другой герой ну да вот тут в две стороны работает падает еще масочка на ауру нападение на энигмы снизу тос на свою катапульту но блокпола тоже нет не получится развернуть должен достаёт а в 3 не в 4 может быть в 4 бы достал ну и вот то о чем ты говорил без мастера прогнали с линии поэтому вынужден выходить себе как-то здесь пытаться подстакивать за счет пору будет все фармить но стаков нет и пока знаешь надежды на возвращение не особо появляется у него конечно крип берет он шишку но до второго домика еще слишком долго так выход в смоках видят стаки будут забирать выход в смоках на стаки увидели стаки подумали почему бы и нет нормально купе нужно как-то знаешь засевить здесь все-таки если у вас он лоперка но уйти отсюда не получится интересный момент зашли знаешь таки забрали в итоге купе отдался поймать мотивация сместился у нас вес потихонечку пробивают и сколько у нас домики уенигмы 300 голды домики в принципе такие знаешь оба оффлейнера потрепанные вышли с лайнинга что энигма что бестмастер 4200 в данный момент и кстати получает вкуснейший стрик себе бестмастер судя по тому как он вырос нитворси резко на 500 голды в самом деле убить котла это очень даже неплохо попытка яна ворвать у него хукшот будет через 3 секунды находит он здесь купе палантимас может подойти аккуратнее нужно быть есть хукшот был злой медведь у которого кстати уже есть батл фьюри да он пофармить еще себе вытащить какой-то это говоря как типа ты вообще рпт ой нет мне нравится мне нравится фрезы я вот когда вижу потену я понимаю что что-то не так где пускай внутри внутренней яму кричит просто когда видит потену все честно ну что герой максимально так спит да мидай сложен или пт тоже блин это просто казуальная перчатка я думал там мидасе какой-нибудь знаешь плавал не проседать ну что попытка может смог разбить под блинк реализовать выйти там на топ на котла это было бы кстати вообще просто здорово котла еще раз на топе убить это серьезно отбросить его по фарму но можно на него напасть жинка если был вижен догонит его мобиль но вижена не было на этого котла ушел он прямо на краешке пеникс с неубиваемым в этой игре яйцом здесь уже йорта является можно сломать так нападение йон промахивается к сожалению здесь своим хукшотом но коги застревает нет форстафика фортик нужно было собирать наверное все-таки они даггер здесь против клокар в итоге одесс забирают забирают еще и купе наверно отсюда тоже никуда не уйдет падает конечно по нему задувками но в принципе здесь вместе так сказать навались и вместе побеждаем это время этой игры что файты постоянно происходят каких-то двух частях карты разделятся они очень жестко с одной стороны стоит яйцо феникс с другой стороны погибает ада фогах и тем временем уже 4000 преимущества командоват урну джойерс полом не разгонять разгоняться урза ролик сейчас начинает фармить сразу стоит фаз даггер полнете нас не собирает бакаба даггер сразу через даггер очень вот буш пристах интеншентов никакой не успеет вообще интересно по коэффициентам пока чтобы двум закрыли коэффициенты подождем я думаю через в это время они все-таки нам покажут нападение на клокверка есть подстанули шарка комбинация тос плюс умрет и хотя долго его забирали довольно таки 10 левел курса 12 имеет по экспилерс и гораздо все лучше но его там даггера заветный дальше чтобы к башку все-таки конечно здесь хочется наверное либо в бушу рок знаешь на максимальную агрессию они очевидный будет выбор бкб и только после этого будет башер если билд конечно и различается хотя бы на ботинок но но вот остальные три курайтом а на урсе должны быть всегда блинк бакаба и башер от смоках ок шо там клока кстати говорят ты знаешь половина гонима уже и он да если что тоже очень много но не хочется ворваться наверно лишь рака все-таки его забрать не так просто будет а вот очередь наверное идеальный вариант наверно все таки стоило пока который не даете отойти боги но и просто себя можно было пробовать подходит подходит для мэри можно на самом деле яйцо ставить и урсик тут как тут пиво уже точно не выживает ну вот мы видим как обсудили видно вот руль джорс чем вообще будут играть предпишека видим в действии как отлично работает и урса и феникс но таких выходят в размин потихонечку и вяза брали пятерку феникса но потеряли в ответ тени а все это время еще и фармит они гмать я так намекну удочку они бы появляется тоже даггер не стал он себе грифсы собирать сразу дагерочек хочет тоже участвовать в игре давать это black hole и вот охота за ним пошла от но бы я не знаю получится ли схватить эту нигму по моему не подошли получил схватить нет мне кажется воды просто на это не хватит урона в либо я видим у него мидас пока что по моим наблюдениям сборка через метеор хаммер себя вообще не оправдала то мы уже дефолт воды собирает аганим играя тем более против и нигмы ты хочешь купить себе аганим шар сэйвить своих тиммейтов из бакула которые могут просто выходить и на любой стадии игры тебе эту нигма не страшно даже также и также из блинком отличность энергии ты можешь на себя прятать делать ник out а видим что он просто решил оставить остров 3 не смотря то что у него уже есть блин с которым он может допустим из любой драки вообще выпрыгивать со стопроцентной вероятностью вот сейчас он поставил себе аганим в как бы до него еще только возможно кто-то из тиммейтов заглянул в инвентарь что такое нападение на феникса на то о чем ты говорил как раз не хватит феникс оправдается они от 20 секунды возможно будет сейчас black hole но бензи пока что не прожимает его неподалеку рубик рубик если что-то был холл крадет это прекрасно понимает бензии рискованно было сдавать его сейчас был кол особо и не нужен если честно просто нужен малифайс под который прыгать по лантину с и сносит все что там подает контроль попала пока башка практически есть можно выйти кстати наверно рошана если что есть блок холл появился еще и второй доминатор у бестмастера и хина рошана также можно выходить и команде radiant есть тпс но они опасно да против ракет клакверка еще опаснее всегда есть вижу на эту рашку просто есть потенциал после кодкин файта зайти и забрать колема феникс жгет лучом рубика одним лучом он пушит его сейчас убить слова на ваша не вельг этому вот небольшой контроль но опять же контроль поймал под просто под рейджем и ему все равно рубик чешение что игра у нас один и кажется еще ничего еще раз ощущение что игра уже здесь как будто бы закончена именно в этом моменте да и проиграли эту игру но если честно и выглядят сейчас точно так же в этой игре как в прошлом выглядели вот run enjoyers может быть слишком поздно начинаются эти игры такое ощущение что команды как будто бы не особо готовы играть из вот из трудной ситуации выходить не хватает воли к победе как будто бы не не командное действие вот не чувствуется никаких командных действий все что-то делают по одиночке лишь рак просто фармит появляется у него уже сверху вот сорт это конечно интересно но как контрите феникса и улдсу я не понимаю здесь на драфте огромные проблемы у команды иви раскусили как контрите задавали широко перспек я просто не понимаю почему о.д. почему не взять вайпера просто все поменял по крайней мере папа по странирую все уж точно сабы здесь не играл вообще вот кто-то тоже точно должен был взломать лицо и контрите урсу и вайпер подходит для описания отлично решили вот одежка законтрите в принципе еще может быть где-то что-то опять же вот мы видим и конечно я вижу героев справа и понимаю что это еще не весь потенциал который раскрыли еще не было каких-то блэкхоллов там знаешь поставила пару крутых яиц но блэкхола пока еще не было да их сам даже как-то хукшотов мало по игре просто прыгает урса и съедает а это у него еще и вашего нет вот хукшотов заказывал грубика идеальный таргет чтобы после него дать был возможной бенсии лишь рак конечно же не хочет вообще драться за этот товар пытаются они тут скупы пушит вниз можно получится как-то разменяться диаболики уже прожатый вот прилетают сюда все его нужно уходить на план тимас и вопрос начинает кушать себя лотус но нужен какой-то я не знаю может быть и гоним нужен был или хотя бы зарел какой-то покупать против функций еще чего жить то ли шарку непонятно погибает вот и вообще вне игры ничего особо сделать не может пытается выформить себе конечно гоним что какой-то пациент был до после до него там надо будет шарта фармить потом еще линзу и вот у тебя это метеор хаммер который ты даже не используешь на пачке крипов странный выбор эту две тысячи золота же паблик эти так скажем паблики метеор хаммеры особо не покупают надо не берут раньше раньше это был очень крутой выбор там он ты за комбу наносил мне кажется около 700 урона живой на ланге это был просто разнос как только ты притасил себе молоток и разнос был когда насчет мекку можно было собирать надо и она и транквил и тыкать с чего баглер тыкаешь потом твой филы добил был крутой не все поймут не все вспомнят ты еще блин вспомни когда из этого из астрала можно было стрелять скилами с арб эффектом да да можно было кускару собирать гос септер и из него стрелять огненными стрелами он был неуязвим магии из-за пассивки не уязвим к физе из-за того что он был гос септры и стрелал в тебя огненными стрелами баланс это значит до билд у скара чтобы сыграть игру с счетом 25-20-15 вот ну что пиво наличь раке затащишь своем провала поставил но и hex горе конечно как будто бы может быть что ты может получиться если только может за руб получится если сами ватрон и джорс наш декона фейлит можно просто огоним у кулака давно ли сейчас увидел эти три ракеты и один приятно всего лишь 100 голды сверху есть юнда и показывает он рубика который оказался в кустах будет ли какая-то инициация прячется бедняга рубик пытается уйти из-под обстрела окно что на урту напасть с аегисом не хочется пусть появляется кстати говоря башер купай нужно блин конце уходить отсюда пофантазировать что вообще нужно команде radiant чтобы победить здесь ничего я не знаю тут нужно чтобы просто ватрон джорс клавиатуры руки убран вообще не понимаю как это можно выиграть туда серу бикс ворует блок холл даст пятерых шрак будет сжечь там и что-то такое феникс это время не поставить лицо есть 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 пару вариантов и они нереалистичны будем находиться в ожидании того какого-то рун джойс попробуют на форсить за форсику нибудь тимфайт оказавшись вместе пятером на самом деле если не пойдут по одному какие-то пиков и найдет бестмастер все еще есть шансы но пока что к этому никакой тенденции нет да это дота и показывает практика что проиграть можно любую игру не факт что можно выиграть любую но вот я порой такое проигрывал не только в пабликах да и в профессиональных играх я говорю тут просто твоих ошибок зависит если конечно на какие-то грубейшие ошибки допустят ватрон джорс то тогда шанс появляется но это как и наверное в любом в любой гребцы но папа драфту здесь по игре если вот просто играть вместе как будто бы это невозможно проиграть курса просто огромное у нее скоро будет и бисов бкб энигме остается совсем чуть-чуть и с бкб уже сбивать вообще нечем этот блок холл а мне хотя есть есть же спасти да бестмастер есть можно будет сбить этот блок холл но здесь блок холл вообще не решающий фактор делает себе как раз таки в куба и enigma еще и сферу тем самым пытается защититься и от рубика и от беста одновременно это хорошая линка в отличие от линки в предыдущей карте здесь уважаемая он их бомбит на ракетами дорогие друзья не забываем про промокод сто процентов депозиту промокод dpc баннер по трансляции переходим регистрируемся на бэтбум и забираем бонус себе и делаем ваши ставки на можно поймать азгар есть уклок только три ракеты сейчас должен давать вижу но сейчас может рубика убить на самом деле торги просто влюда легче очки для yonder он конечно делает здесь дискотеку детство что я не понимаю почему их так раскатывают по карте почему нельзя просто застакаться пойти выйти на objective когда у вас есть аегис большая проблема урсы в том что этот герой не наносит рд вы совершенно не хочет идти на урсе битвера потому что можешь подставиться на тебя там прилетят с полы тени тебя кинетово логистой снят да и здесь проблема в том что только и не поможет так знаешь счет налончик убить . битвера но они тоже не вечно их спокойно можно отпушить это же прохладная история на самом деле там через долонов пушить это правда поэтому не делаю на самом деле товар дэмэджи здесь не так много у ребят но ждут 2 рошана он через 25 секунд первый таймер потом еще минуту 2 можно накинуть появится и в целом ты посмотри улья широко появился hex премьер того что не улату сок у него есть hex все это время пью 65 бегает фармит вообще не приходит ни в ки лишние драки человек познал лишь рака человек знает что у этого героя есть стоит потенциал посмотрим удастся ли его реализовать против таких героев против вот можно сказать полный контр или широко в этой игре это феникс полная контра это урсов это правда но вот то что горю то что ничего не форсит от рода инжуэрс конечно это это только в плюс на самом деле и шрачок сейчас купил hex купит бкб потом был возможно ему посоветовал даже взять может контакт гоним знаю что дополнительные сейф от урса был да пока урса не будет нули файл это будет действительно сильно и кстати и палантин заметь что он покупает себе очень он любит этот артефакт зачем казалось бы есть же аганим на урсе который можно снимать себя рор для тех же целей то есть то есть я предлагаю я предлагаю палантин массу забанить выбрать факты линкенсферы боится он этого рора действительно урсе и библиот без пастя на варде должен погибать буквально сейчас полторы секунды и вместе с ним его дракон кучу золот добывая для себя палантин вас и приближается к заветному артефакту 5 рубик под обстрелом никуда у него не получается уйти не хочется просто играть уже в игру мне кажется но его д потихонечку там что-то вы уфармливает себе вот аганимчик у него уже есть сейчас при купить шартик сатика я почему шар не хочет брать хочет пику себе какую-то кажется шорт хороший выбор был бы сэйвить был холод действительно сэйвить носа чтобы советить бакола нужно чтобы был общего это играть его разучек был пока что он ворона был пол нет это знаешь это план б если что у атерн инжерс но могу сказать только одно что по карте качают неплохо ребята и зеве за счет сплит пуша за счет того что постоянно какие-то линии толкают патроны джорс не могут выйти на объекты про их снизу его не нет а пока погибает есть уже линка у нас перед 300 имеется скоро уже будут деньги на нее вообще быть неуязвимым смог ману вот он инжерс но вряд ли никого здесь найдут видимо получили информацию об этом и висят на своей базе и вниз выходит лишь рак на шаг и по пустой линии там посмотри где крип вообще находится там его вряд ли должны были искать не показывается он для того чтобы его поймать нужны лейнвард и возможно один лейнвард есть вот я не особо не показывает ничего около базы команды рейдинг между двумя линиями на самом деле уже байбеки тоже интересны работных играм заходить вопрос том у кого эти байбеки имеется меню что лишь рака байбека нет и о дбк нет в том числе ну это опасно может быть для краски того самого лишь рака а вот у ады байбек есть больше рака тоже 500 релды я думаю быстро часто фармит похоже был врыв птичку все внешние товара в принципе можно отдавать я не думаю что имеет смысл за не драться более что постоянно вот линия пушатся так прилетел сюда феникс на феникс под прикрытием как лай плюс enigma как бы этого феникса на самом деле с кайфом можно было бы скушать и по моему это и хотят сделать курса спалилась на купе мне очень интересно узнать план команды веков они раскачивают очень много фармит лишь рак у него уже есть четыре слота если считать блин и пока что ни один из этих слотов реализации мы не видели давай будем откровенными русал уже свой принципе потенциал набрала да там еще появится сверху не знаю что он собирается бутерфляй зеленый блин но зеленый блин да а enigma еще может заскелиться хорошенечко вает но в теории то есть сейчас то что происходит мне кажется супер на руку и если шрак еще не имеет там пяти слотов 6 здоровый лишь рак может мне кажется ртой подраться и сейчас курсе губы на самом деле может быть скаде даже здесь не помешало бы и краски против френдовый короб до играет а где вообще валенка он же спирал линку и не вижу не манкари у него он ее не взял он не при покупал ничего на линку меня кто-то видимо посмотрел такой так при всем уважении конечно ну так искал палантимуса нужно отменить линку вот он ее и убрал и он начинает скаутить ракетки можно было подальше запустить мог поймать на самом деле здесь а.д. поймали еще одна просто палантимус пригласила соло сачок есть есть контроль и палантимус пока чтобы к башка есть но вот-вот закончится можно на развороте с хиксом попробовать подраться а там нападение с другой стороны будет ли блэк холл сейчас без мастер подставляется блинку отдал рорт говорим как статьи у них мы должны быть линка тут нету не были не у нас только появилась у котла видимо палану сказали давай не собирай линку собирай full урон мы и линку соберем за тебя и как раз таки и котел и нигма этим занимаешься сложная игра тут просто никого убить не получается очень сложная игра на топе проблему а.д. сделан блинкаут и и спокойно жмем тупо но из хороших новостей лишь рак пережил знаешь этот вырыв не погиб я уже довольно таки долго было зеленым линку же имеется 3 700 сверху решил просто крит и выйти психо на палантимус просто решил рада и дала снова сюда сделать но почему бы нет скаде нравится больше ну ладно дайдаллс тоже норм да дайдаллс наверное находится в том же тире что искать у меня вот брейте артефактов я всегда рад когда его вижу только под него нужно немножко так атак спида а урсы атак спида достаточно так ну что ждем следующего рошана получается ли нет тос и он доигрался можно его быстренько здесь забрать дали шрачок забирает плюс на счет и широкосы виду хорошо с яйцо будет ли еще шаг просто выпрыгивает можно развороть пробовать под хекс поймать хекс будет или нет вы полный куланова и тут же под сейв шикарный т.д. вот на комбо начала работать текайте хлопцы разбегаются все хекс ловит энигма не убегая и верю сюда палантимус и котел вот тебе пожалуйста неужели это тот самый момент где вот и рун инжерис проигрывает эту игру ну очень красиво кайтят молодцы вот те самые астрала дэв действий против black hole а вообще против врыва урсы достаточно количество жира набрал пиво 65 чтобы не рассыпаться за то время походы не может реагировать я до реагирует и знаешь крутой выбор блинка то есть пио реально рассчитывает на то что его будет прятать а да и он будет делать блинка у таких таких случаях они все здорово сделали идеально рассказать или и проблемки опять же вот с тем что нечем бить просто хайграунд ты подходишь на урсе ты хочешь подраться но всех совет не самый конечно качественный блок оба от enigma 1 купе хотел там он краешком еще зацепить по моему лишь рака появился шага вот по еще и армора ему немножко поднять но вот за место чего вообще у него уже считаю 6 слотов если сейчас забрать ботинок и кстати неожиданный смог от команды или всю игру их не было всю игру они пытались растягивать по карте своего оппонента и сейчас они выходят в атаку вы поняли свои силы что в принципе есть под сейв можно за хекс кого угодно здесь стереть уже урона достаточно значит я аж так приободрился игра набирает у нас интересный оборот наконец-то появляется хоть какая-то интрига здесь пока что было одно лишь избиение от команды вот руны джойерс и может быть сейчас и виночную давать дачу понимает что ни одна линия не отпушивать скорее всего враг в смоках п.п. здесь стоит vision агрессивный на самом деле выбрали свой уз и по моему нету блокбола его со страха сразу бака башка прожил это все потому что он лотус на своего тени отдал если бы у него был просто вот смог бы нажать его вот так вот ошибка наверно важная драка будет за следующего рошана как считаешь да и сейчас мы увидим как раз вот именно таймер через одну секунду хотя на месте и и я бы наверно даже не дрался за это до этого рошана а представь себе топ-2 а еги слутать не широко я имею ввиду что это его ничем не поможет бить хэграунд фаттеру лиджерс то есть если там уца погибнет раз то она погибнет и 2 конечно шарт у нее тем более уже есть он сам себе купил 2 рошину как разбивается интересный позитивный такой необычный сейчас как раз придет у них пачка крипов нужно ему его спокойненько обойти и непонятно вообще кого они здесь ждут что там рисует конечно на таком на нервном довольно таки еще так рисуешь когда уже прям серьезно подгораешь знаешь типа ребята пошлите сюда сюда идите вставляется как раз раз мастер прожимает бкб хороший пиков быстрый рошан появился рошана можно забрать все благодаря борту который эти рожанки кстати говоря что что внутри мне кажется прям хайп адепсов нашли стрел доставку чё нужно улетать 20 не хватило ренджа ними чуть-чуть как раз у бензи стоит линза кудьба я соблю был очень побольше на сборку он сейчас оставил здесь а.д. ромкартер для рака вроде бы неплохой да пока эти тюрцу принципе неплохо но это до той поры пока урса нет но не фарина урсы в этой игре не будет или fire он просто купил себе да и дал ус не знаю насколько это правильный выбор а просто боев можно на самом деле дропнуть из еще кажется он уже не роляет особо для вас ну да его можно на самом деле просто держать бэкпаки и прикладывать на драку нули фарс себе замест него даже по игре хочется бегать и со сплэшом убивать пачки конечно игра интересная становится вот его будет зависеть от дохода на хайграунд и какой позиции будет ада если воды будет стоять так что он будет просто сэйвить все но он как бы знаешь игнорирует до последнего этот шар не хочет его брать но в целом все те кого он совет или имеют blink и астрал длится просто дольше чем баку лунигмы в конце концов из него можно не выходить не такой уж это и масштаб шат main диск собрать на самом деле бы ему еще один хекс не помешал знаешь на команду на топе должен быть аккуратен пей него сейчас летят уже ракеты будет не хукшот не успевают как же везет да вот в этих маме микро моментах уже не первый раз туда улетает буквально последней секунде лишь ради тоненького но надо здесь игра держится не хочет он покупать себе point booster уже должно ему хватать на байбэк но не может он привести до ссылку в этот секрет шоп уж очень он хочет себе купить авторинок тоже хочет и индийский знаю нравится тебе индийский здесь вообще окажется как будто бы или шаг передумал и шаг это не и blade вот и и blade если честно это как против урса это всегда огромный плюс ну конечно урса есть уже аганим плюс шар ты это будет быстро сбрасываться но можно на себя его просто кидать а как ты сказал молли фаера не будет а в рейд где будет ли сейв и строр все скидывается по ним немножко покнул палантимус у нас на спелл и команду или и постоянно может это делать ничего его не мешает пока что ему внесли ровно 0 урона за этот рыб но не знаю в общем как вот здесь выиграть на самом деле я даже вот смотрю и даже если они как убьют их на хг несколько раз и по кто у них таким большим станет что потому-то игру закончить заканчивать игру можно модель может встать очень сильным лишь рак уже очень сильный нужно не знаю даже что без мастеру нужно без мастер скидиться влить плохо сейчас эти без мастера вы находится под атакой снизу с другой стороны нападение на котло будет урон и индийский есть на самом деле попнуть его не получится нет пошел можно купить сейчас выкидывать урсу но ставится хорошая зоне щи яйцо все просто разбегаются до купе забирают но это не страшная потеря посмотри просто как бьет товар урса как же как же плохо он бьет товара раз жилой это страл куча линки сфера и его сэйвит но его до кучи зарядок астрала я дождаться купе смог поражать не знаю но как эту драку начать есть рор конечно но все это не будет работать против фурсы он тут же значит аганима мой и он не знаю а зачем я он ворвался тогда это очень крутой блинк от а.д. улетела мы из-под кукшота и очень далеко забрать его под себя лакарка лакол лечрака но тут же сейв пока просто не работает абсолютно и шрак появляется еще один сейф или шрака будет ли даггер даггер 3 метре секунды еще в кулдауне у него задувает ромут воды откатился еще один астрал и тем временем просто идолоны как мы с тобой размышляли ломают бараки но здесь не хватит на это урона до упала тут 3 вот может быть упадут и бараки но слушай у нас сыграть здесь может застануться на минуту до 60 я думаю до 6 шмотками растат может быть совершенно другой окно вот творцы уже все часа ягис закончится и в общем-то 6 слотов при том даже 7 учитывая что есть еще аганим у него есть него два нейтральных меча на выбор еще окс мог разбили попытаются сейчас кого-то может быть убить но вещь отдает проблема в том что да и всегда в позиции чтобы сэйвить он то урон не наносит кажется практически драк до времени сейчас он посовет а потом он просто на огромном количестве маны бахнет своей ультой воды отлично там потенциал для того чтобы раскрыться ему допустим нужен какой-нибудь хекс и рефрешер там просто хекс 22 ульта и все любой герой умирает это урца кажется как будто я уже невозможно убить у нее и шар и аганим и бкб а вот медиа возможно ли убить урсу нет аурса аганимом не скидывает нет текст укладывает silence и нападено лечерка в ответ будет ли здесь от и просто отлично спасает своего лечерка остается у него 100 хп у меня вы не выйдет точно потратили яйцо бы выпрыгнул а то не катит их это же просто просто невероятно минус яйцо феникса две минуты до рез порошана до первого таймера и вряд ли стоит его ждать что вообще даст или сейчас ничего особо htm 60 минуту я думаю что вот кому больше повезет на 36 шмотки 5 5 шмот кто-то победит и жак сила блин тем временем решил собрать хороший выбор по этой темы выживаемости тяжелая игра гем есть рубика но вардов у команды дар вообще нет посмотри просто сейчас на карте от вардов не утоню другой команды 120 центре и все интересно как получается с мастер тоже хочет хекс выйти маловато без мастера на самом деле как-то у него арм остановился в один момент понятно тут лишь рак толкает линии без мастер просто никуда выйти не может на самом деле на месте команды попробовать бы конечно ему помочь этот сексу форме это может изменить какой-то момент очень серьезно но тут уже у юнда бкб линка ему еще вешать сверху от тиммейтов и так вот я не убираю этого или нет пока поймали опять же у нас какого-то космического ренджа к стоит одессы из полы сможет и нажимать линкаут есть еще один есть еще сейф да будет здорово если бы лишь рак в астрале знаешь еще бы билл вы лишь рак подрубает под стол начинает настреливать урса просто разваливается за ультимейт урса тут же байбек нажимает что происходит в итоге забрать бы еще как-то и он и он погибает урса с байбека есть яйцо яйцо прошел колдаун лишь рака очень больно зацелить у д д где ты почему не было своего наличь рачка ну ладно это байбек урса между прочим сейчас еще в одной драки он погибнет также и все но думаю что сейчас разведут все-таки на байбек в ответ лишь рака и игра перейдет на равные я просто не понимаю почему куда я не хочет купить все шар просто не понимая ситуации шар бы помог лишь рак он может спокойно бегать в ульте находясь в астрале и жечь врагов хекс на 2 это очень важный момент или будет ли рор что-то чем-то зацепить кого поймали это не урса случайно котел а просто убегает но развели на байбек и поймать ай-яй-яй интересно надо идти надо идти забирать рошана пока четыре героя команды ватару на джойс находится меньшинстве а егис думаю с аганимом будет не лишним 100 и широку конечно очень интересно как составанием 24000 просто на равных принимаю драки команды или играя вообще без физического кора знаю загадка так там выложил выложил ботинки урса рефрешер берет урса и вас купил себе рефрешер а как ты думаешь когда воды купить шарт они выиграют игру интересно конечно вопрос у это же реальных hype и просто не понимаю почему это доджет может быть я думаю если у купить шарты не выиграют эту игру и правда может быть есть какие-то знаешь скрытые камни какие-то такие подводные которые мы не знаем но нет выходить на рошана сейчас это вообще не вариант я не знаю слишком опасно они здесь бегают в этих смоках учитывая что у лишь рака нет бэбэка он один просто в соло бежит толкает линию здесь по идее рошана можно удалить за пару секунд но я бы не сказал это слишком это возможно моменты когда они проиграют игру сейчас лишь ракость подставим все это нужно было делать либо раньше либо уж никогда нужно отступать немножко на несколько урона до рошана команды драйвера возможно урса зайдет съезд его кстати говоря решая рефреша поставки бы себе но одэ два ультимейта два хикса куча зарядов 2 астралов а это может он может покнуть просто в русу вообще на изи интересно конечно в инвентаре воды солянка там уже готовый ангис лежит мне кажется в течение минут 20 и это говорит о том насколько же сложно команде вот ирону джорис напасть вот на правильную цель хорошую позицию поддерживаю и врыв на лишь рака ауды рядом к есть рядом конечно есть демок подцепить на самом деле купе шарак начинает жечь от дэв и все бегать будет ли сейв лишь рак час погибли к б у лишь то лишь рак был бы кабада его не мог засевить но это момент на котором они проиграли игру похож на ты правда вон и стоит заметить что ты до сих пор не куплю шар поэтому победа и не пришла отойдут на я думаю ты тут хорошо так умерла без бб к курса умерла без бб к воды из бб это не на и страйк это ульт который победил игру командир один только что ну или 40 тоже байонет как минимум не победил но оставил эссе и мне кажется что если бы у воды сейчас не получилось сделать этот хилл на байбэк у него по тебе было золото не игра конечно хайп так рубик будет и нигму вот это же здесь в хекси пока что не может бить а дэнни кажется уже совсем забыл что него если он диск пора бы его собрать происходит вообще без мастер до аурора я я вообще не понимаю что происходит это драки какой-то какой-то сумбур там куча идолонов посмотри сколько идолона летает блокверк и кажется вот руна джорс могут выиграть игру сейчас даже без своей урсы потому что а д погибает без байбека и в принципе да остается один тиги и я не знаю какой фокус должен сейчас вы исполнить купе чтобы оставить свою команду в этой игре потому что по каждому секунду конечно делись так а я не понимаю вообще зачем был нужен был этот в рейфа т.д. вот сейчас зачем они пошли эту драку вас 0 урона просто без для человека вы ничего не можете побудьте на базе не знаю подкидывать здесь уже огромный конечно и и него большая делают я не типов команда мотовым и жуэрс но при этом даже если сейчас появляется лишь рак 4 на 2 нет никакой вероятности того что могут они это выиграть но но думает по-другому вот что он еще не прожимал прожмет и не прожмет на прожмет ну это не помогло ладно это год гей можно писать третья карта будет у нас впереди дорогие друзья вот так вот все таки waterrun enjoyer смогли таки додавить хотя врыв а то д был действительно таким небольшим спасением на какой-то момент да немножко продержал подошел их в игре и в целом но мне нравится эта серия она очень зрелищная куча у нас интересных моментов нет и пики вообще для меты особенно команды и в целом но бизнес много ошибок стоит признать из этого эти игры настолько интересные посмотрим чем нас удивят команды в третьей игре это точно ну что можно отметить когда полон тимаса такой вот хороший керри персонаж метовой на котором можно просто влетать вот это его стиль вот таких он героя хорош действительно где надо бегать влетать герой который знаешь не так просто зафокусить он долго живет маду успевать как помочь вот это на самом деле а точка роста которая позволит возможно waterrun enjoyers победить опять же все это мы увидим в третьей карте поэтому далеко не убегайте все самое интересное впереди а